Центральный парк Красноярска Татышев в три раза больше, чем центральный парк Нью-Йорка. Немножко его надо дожать по инфраструктуре. Татышев, который не уступает центральному парку Нью-Йорка, из столбы вместо Гранд Каньона. По мнению Сергея Еремина, у Красноярска есть все шансы стать центром не только Сибири, но и страны. Для этого в краевом центре должно быть все, от услуг до развлечений, считает мэр. Житель с Багучан, с Игарки, с Туруханска, с Минусинска, с Курагина должен приехать в Красноярск и получить здесь весь спектр услуг, которые бы он собирательно по одной единице получал в каждой точке мира. Городской форум проходит уже в 14-й раз. В этом году в Красноярск прилетели эксперты из Голландии и Китая. Вопросов много. Например, как качественно озеленить Красноярск. Озеленение города должно иметь некий бренд, именно красноярский бренд через озеленение. Но это использование аборигенных видов растений, которые мы привыкли видеть с детства в лесу. Ну и, соответственно, те интродуценты, которые уже адаптировались в нашем городе. Очень важный аспект – это правильное содержание и не на первые 2-3 года, а пожизненное содержание грамотное зеленых насаждений в городе. Тогда они будут жить и радовать нас. Рекомендации специалистов уже используются при создании городских общественных пространств. В дендропарке микрорайона Покровский обновленные набережные, утверждают эксперты. Кроме того, участники форума хотят сделать Красноярск центром экотуризма и хайкинга. Для этого уже разработали специальное мобильное приложение. Обсуждают на форуме и проблемы. Участники говорят, что знают, как бороться с полиэтиленовым загрязнением. Вместо пакетов предлагают использовать самодельные сумки. Здесь же учат, как их делать. У каждого около 500 за год пакетов скапливается дома. А зачем? Это не экологично, если можно взять одну экологичную сумку и ходить с ней. Программа форума рассчитана на два дня. Завтра обсудят образование, экокультуру, рекультивацию отходов и развитие Красноярска до 2030 года. Денис Козлов, Владимир Антонов. Новости ТВК.